всем привет и как вы уже догадались по названию сегодня речь пойдет о таком варианте посадки как посадка в закрытую систему скажу сразу что изначально я не очень не являлся скажем так не являюсь приверженцем этого варианта посадки и хоть у меня были мысли по проводить эксперименты посажать орхидеи по-разному но как-то о подобной посадки я особо не задумывалась потому что я к ней отношусь достаточно скептически скажем так но как это часто бывает абсолютно случайно по стечению разных обстоятельств у меня появился вот такой классный малыш это фаленопсис льюис еллу star dust и посажен в пластиковый стаканчик без дырочки да как в кашпо и по сути вот это вот такая посадка называется закрытой системой сажается чаще в закрытую систему в не органику но в органику тоже сажают минус органики в том что она быстрее разлагается особенно вот здесь вот на дне где остается водичка не органика в этом плане долговечной вы можете очень долго не пересаживать так я все-таки сторонница классических посадок и любительница вообще посадок на блоки и все-таки это эпифиты и я немножко нервничаю от таких посадок но так уже как попало оно мне в руки таким образом оно так просло цвело и я решила ну ладно давайте попробуем при такой посадке минус в том что вы или дергаете все время орхидею потому что вы наливаете воду ждете какое-то время чтобы пропитался субстрат и сливаете или наливаете совсем небольшое количество воды которая собирается на дне и уже подымается вверх по субстрату при этом минус в том что низ очень мокрый а вверх с очень сухой потому что пока вы будете как грубо говоря пытаться промочить вверх поливая у вас накопится очень много воды внизу вам придется ее сливать переворачивая горшок возможно травмируя корни травмируя листья я знаю сейчас пренебежит куча людей которые скажут вот я поливаю ничего не травмируется но скажем так шанс травмировать есть всегда и вот собственно второй вариант когда мы чуть-чуть капаем чтобы не сливать воду чтобы внизу собралась чуть-чуть водички то тогда мы абсолютно никак не можем промочить вверх некоторые промачивают его опрыскивая пульверизатором активно сложенный сверху мох мох в этом случае работает ковриком который не дает испаряться большому количеству влаги вот из этого слоя субстрата то есть он не несет функцию того что он должен быть всегда мокрым его надо все время опрыскивать и все время держать влажным нет он остается сухим и он очень быстро пересыхает но он спасает от быстрого пересыхания слой субстрата который находится ниже под ним что в принципе очень логично скажем так в нашем случае и так это орхидея у меня ой дай бог памяти с лета точно вот два корешка у меня начала растить прекрасно видите вот новый лист растит нету не гнили ничего в общем то все хорошо растет она у меня в тепличке под полностью искусственным освещением водоросли у меня не заводятся ни нижняя часть субстрата скажем так не освещается не как там заводится водорослям сверху свет строго сверху так поливаю я из своего распрыскивателя слегка собственно получается промачиваю вверх и уже вниз как говорится что дотекло иногда даже бывает так что вниз вообще ничего не натекает поэтому она у меня растет в сухих условиях скажем так не чувствует себя как видите очень хорошо и прекрасно и в принципе а если правильно подобрать полив под свои условия и понимать что нужно орхидея как нужно как у нее происходят все процессы как просыхает субстрат как образуются гнили и все все вот это если вы это все знаете понимаете то вы можете подобрать полив и это в принципе будет достаточно удачная посадка она имеет место быть и в ней как видите достаточно хорошо растет пока я пересаживать не планирую пока результаты меня устраивают хотя эта посадка меня все еще настораживает и честно признаюсь и я не советую ее новичкам но это опять-таки лично мое мнение вы можете делать как вам угодно это ваш опыт в ваше растение ваше умение и возможно кому-то так будет действительно гораздо легче и лучше с чем черт не шутит но скажем так я так сажать орхидеи не буду это точно ну и эта орхидея тоже когда-нибудь будет пересажена в классическую посадку вот так вот я с вами поделилась вот это вот закрытая система это скажем так мой метод полива мой метод взаимодействия с закрытой системой и как видите какой бы какой бы вариант посадки я не использовала даже при вот такой посадки у меня орхидея содержится максимально сухо и я их не переувлажняю на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь с друзьями обязательно заглядывать в описании там много ссылочек а если вы досматриваете видео до конца то вы все уже заметили что в конце вылазят подсказочки такие как видео которые вы еще можете посмотреть которые могут быть связаны с этим видео также плейлист их в которых хранятся подобные видео и видео также а еще умная система ютюба умеет подбирать по вашим запросам по вашим просмотрам те видео в моем канале которые также могут быть для вас интересны поэтому досматривайте до конца в конце будут подсказочки на что-то интересненькое для вас и всем солнечных дней пышных цветений пока пока